Всем привет! С вами Татьяна. Я очень рада видеть вас на своём канале. В сегодняшнем видео я покажу, как легко и просто сделать необрезной маникюр в домашних условиях. Как видите, моя кутикула не в самом лучшем состоянии, но это легко исправить, не прибегая к помощи ножниц и кусачек. Для начала необходимо скорректировать форму и длину ногтей при помощи стеклянной пилочки. Той же пилочкой я аккуратно спиливаю огрубевшую кожу на боковых валиках. Теперь пришла очередь ремовера. Я наношу свой любимый кель от Сали Хансен на кутикулу и боковые валики и жду секунд 30, когда средства подействуют. Для отодвигания кутикулы можно воспользоваться апельсиновой палочкой или вот таким вот металлическим пушером. Пушером я аккуратно отодвигаю кутикулу, стараясь сильно не нажимать на ноготь. После чего я легкими движениями счищаю птеригий. Топориком тщательно вычищаю все под кутикулой и не забываю при этом почистить боковые поверхности ногтя. Все движения должны быть очень аккуратными, чтобы не пораниться острого инструмента и не повредить ноготь. Остатки ремовера я удаляю салфеткой. В ванночку с теплой водой я добавляю морскую соль с эфирными маслами, экстрактами и лавандой. Опускаю руки в ванночку на 5-10 минут. Апельсиновой палочкой еще раз прохожусь по кутикуле и боковым валикам, проверяя, чтобы там ничего не осталось. Насухо вытираю ногти и кожу вокруг них бумажной салфеткой. Наношу на все ноготки воск, делаю процедуру запечатывания. Как приготовить воск своими руками и как правильно сделать полировку ногтей, я показывала в предыдущем видео. Ссылочка будет в описании. Втираю остатки воска в кутикулу, боковые валики и всю поверхность ногтя. И в завершении наношу восстанавливающий крем для руки и ногтей от Биодерма. Вот и все. Мой маникюр готов. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.